Свершилось то, о чем мы говорили в этом сессионном зале последние 4 года. Необходимость реструктуризации долгов с основными кредиторами коммунального предприятия теплоснабжения города Одессы назрела давно. Самым большим кредитором на сегодня является НАК «Нафтогаз Украины». Причем сумма основного долга коммунального предприятия перед «Нафтогазом» значительно меньше, чем сумма штрафов, пении и прочих начислений, которые уже начислены на этот основной долг. Еще с 2017 года коммунальное предприятие числилось в реестре предприятий, которые подпадают под действия закона Украины 17-30 и позволяют реструктуризировать просроченную задолженность перед НАК «Нафтогазом». Речь идет о задолженности за период с 2011 по 2014 год. По этой реструктуризации предусматривается списание 116 миллионов штрафов и пении. Это первое. Второе. Сумма основного долга за этот период была в значительной степени погашена. Остаток основного долга, который подлежит реструктуризации, мы утвердили сегодня это решением сессии, это 11 миллионов. Эти 11 миллионов будут равномерными частями выплачиваться на протяжении 5 лет. Это прописано опять-таки в законе Украины. Что это дает и почему это так важно? Во-первых, как я уже сказала, мы списываем 116 миллионов штрафов и пении. Остаток 39 миллионов по этой просроченной задолженности будет списан в момент, когда предприятие выплатит задолженность, выплатит 11 миллионов, которые подлежат реструктуризации. Мы спишем еще 39 штрафных санкций. И самое главное, это позволяет снять часть арестов, которые наложены на КНОФТОГАЗом на счета коммунального предприятия, потому что это блокирует введение хозяйственной деятельности и фактически невозможность ввести ремонтную компанию, которая так или иначе приближается. Поэтому это сегодня приоритет предприятия. Плюс такую же работу на сегодняшний день мы ведем с Одесской ТЭЦ и с Облэнерго. Это основные кредиторы, которые перманентно накладывают аресты на счета предприятия. И второе по тарифу. Ну и по тарифу. Понимаю вопрос. Начнем сначала. В декабре 2019 года Кабинет Министров принял постанову, которая предусматривает пересчет стоимости оплаты за отопление, если цена газа в соответствующем месяце ниже, чем та цена, которая заложена в тарифе. В декабре фактически наше коммунальное предприятие подпадает под действие этой постановки, потому что цена газа в тарифе была заложена на уровне 4900 гривен. Цена газа, приобретенная предприятием по факту в декабре 2019, составила 4200 гривен. Ввиду большой социальной значимости вопроса, этот вопрос действительно взбудоражил всю Украину, а не только Одессу, потому что, еще раз акцентирую внимание, Одесса находилась на предпоследнем месте с конца по уровню тарифов. Все остальные областные центры Украины равномерно повышали тариф на отопление в последние три года. Одесса этого не делала. Безусловно, тут же после принятия постановы мы, как коммунальное предприятие, как субъект, который подпадает под ее действие, начали проводить соответствующие расчеты. Подчеркиваю, это небыстрый процесс, потому что расчетов достаточно много. Первоначально цифры, которые были озвучены, о том, что снижение будет на уровне до 8%, они сегодня подтверждаются. Чем было связано наше недавнее вынесение, повторно, этого вопроса на комиссию по ЖКХ, когда мы заявили об одном проценте, это связано с тем, что разные города в Украине применили эту методику по-разному. Соответственно, к нам, как к предприятию, некоторые из депутатов обратились с вопросом, все ли мы правильно посчитали и не стоит ли взять пример с других городов. Сегодня утром последний ответ от Минрегиона, что наш первоначальный расчет был верным. Поэтому снижение в Одессе произойдет на уровне, который будет рассчитан до 8%. Почему говорю до 8? Потому что есть разные категории потребителей тепловой энергии. Это население, бюджетные организации, религиозные. Поэтому давайте сейчас акцентируем внимание до 8%, а дальше уже, как говорится, все увидите в платежках. Это касается жителей, да? Или на Эдиси ты увидит, почувствует это? Ну, безусловно. Спасибо. Это за декабрь, правильно? Это за декабрь. За январь тоже будет происходить пересчет, потому что как раз вчера мной было подписано дополнительное соглашение с Нафтогазом о том, что Нафтогаз снижает цену за январь. И, соответственно, мы также будем пересматривать цену на отопление и за январь месяц. То есть она будет ниже? Она, безусловно, будет ниже. Тепловой режим. Каким образом изменилась подача тепла для жителей с изменением температуры? В перманентном похолодании. Смотрите. Предприятие строго работает в соответствии с температурным графиком. Температурный график для технологического цикла на предприятии рассчитан от плюс 8 градусов до минус 18. Поэтому в соответствии с погодным графиком определяется подача теплоносителя в дома одесситов. Я неоднократно слышу жалобы, что в некоторые дни плюс 10 снизьте температуру теплоносителя, очень жарко. Здесь есть два нюанса. Первый. Там, где подачу тепла осуществляет Одесская ТЭЦ, предприятие этого сделать не может, потому что, соответственно, регулирует Одесская ТЭЦ подачу. Оборудование на Одесская ТЭЦ гораздо более устаревшее, чем на нашем коммунальном предприятии. Поэтому оперативно на погодные изменения они реагировать не в состоянии на сегодня. По нашим котельным, которые числятся на балансе коммунального предприятия теплоснабжения, верхняя граница температурного режима – это плюс 8. Если температура поднимается выше, единственный момент, как говорится, дальше экономить – это просто остановить котельные. Но теперь рассмотрите другую ситуацию, когда днем у вас плюс 10, а ночью 0 или плюс 3 градуса. Поэтому не всегда эти укреки обоснованы. Ну и плюс учтите, что все-таки сети старые, изношенные – это металл. Металл при нагревании расширяется, охлаждение сужается, сжимается. А поскольку наши сети, еще раз подчеркиваю, настолько уже устарели, что это может быть чревато последствиями.